Привет, мужик, на связи Шамшурин. И сейчас поговорим о том, что делать, если вот девушек двое, да, две подружки. И, соответственно, как с ними знакомиться. Потому что часто бывает такое, что по одной девушке не ходят, а ходят с подругами. И вот многие испытывают какое-то затруднение, они думают, блин, а как знакомиться, если их две там и так далее. Во-первых, им почему-то вдвойне страшно из-за того, что их две, как будто вдвоем они смогут его там убить. А во-вторых, ну реально элементарное какое-то вот незнание, что делать с двумя. Вот, и в частности есть такое понятие, как синдром подружки. Я его называю синдром ущемленного яйца. Когда ты общаешься с одной подругой, а вторая начинает тебя сливать. Но сейчас по порядку. Итак, смотрите, то есть, как знакомиться вот в идеале, чтобы избежать этого синдрома? Почему девушки сливают? Почему подруги пытаются слить тебя? Почему подруги очень часто мешают тебе общаться с вот с ее подругой? Я считаю, что это так называемая женская дружба, да, элементарная. Что, вот, на самом деле это не дружба, это зависть. Потому что, когда подходит мужчина к одной подруге, начинает общаться с одной и совершенно игнорирует вторую, второй начинает щемить яйцо и становится завидно. Она, как бы, делает так, что лучше ни себе, ни людям, да. То есть, если мне не перепалось и ко мне мужик не подошел, значит, наверное, тогда пусть к моей подруге тоже не подходит. И она начинает сливать, забирать подругу, там, отталкивать тебя, говорить, нет, она не хочет знакомиться, отстаньте от нас, что вы нам мешаете, там, Лена или Таня, там, пойдем, нам пора и так далее. То есть, потом она ей, конечно же, объяснит, что вот, что за дурак там прикопался, да, я вот хотел тебя вот освободить от него, то есть, избавить от него и так далее, поэтому я тебя забрала. Но на самом деле это элементарная женская зависть, потому что реально дружба между женщинами бывает очень редко, настоящая дружба. Так вот, как знакомиться, что делать, если их две? Есть на самом деле два способа. Первый способ, он такой, скажем, менее экологичный для тебя и, ну, быстрый способ. То есть, ты видишь двух девушек, ты подходишь к ним, сразу начинаешь общаться с той, которую ты выделил, ты говоришь «Привет, классно выглядишь, постой секунду, я хочу пообщаться». Вот. С ней знакомишься и говоришь «Давай отойдем на секундочку буквально, я хочу тебе что-то отдельно сказать наедине». То есть, ее оттаскиваешь. То есть, в чем прикол? Ты сразу подходишь, сразу выделяешь ее, сразу пытаешься ее оттащить. Или говоришь «Я хочу пообщаться именно с тобой». То есть, этот способ быстрый, он, в принципе, может сработать, но он такой, скажем, сопряжен с тем, что подруга может начать выпендриваться. Реально может начать выпендриваться. И есть второй способ, более мягкий. Я, в принципе, чаще практикую его сейчас, хотя раньше я практиковал вот этот прямой способ. И всех своих учеников я учу практиковать именно этот мягкий способ. То есть, когда ты подходишь, открываешь обеих девушек, то есть, ты говоришь «Привет обеим», говоришь «Комплимент обеим», «Вы очень классно выглядите, вот у тебя там прикольная сумка, у тебя очень классные волосы, вы, наверное, сестры, вы замечательно выглядите вместе». То есть, ты открываешь обеих, несмотря на то, что вторая, может быть, похожа на крокодильчика. И часто бывает, что подруги одна красивая, другая некрасивая. И буквально минутку-полторы-две общаешься с обеими. То есть, ты им что-то говоришь, что-то спрашиваешь. То есть, таким образом, как бы у страшной подруги не возникнет ощущения, что сейчас выделяют ее красивую подружку, и ей на первых порах не должно захотеться тебя слить, этой страшной подружке. Буквально через пару минут ты, уже пообщавшись с двумя, ты говоришь той, которая тебе понравилась. Я тебя буквально на секундочку сейчас в сторонку отведу. Но это все делается очень быстро, чтобы у страшной не появилось время на эту зависть. Берешь ее за ручку или за локоток и немножечко тянешь и оттаскиваешь ее в сторону. То есть, подруг надо всегда разделять в конечном итоге. Только тогда получится хорошее соблазнение. Ты оттаскиваешь ее, обтаскиваешь на расстояние 2-3 метра, может быть 4. То есть, важно, чтобы подруженце она не могла слушать и смотреть, что вы говорите. Можешь даже ее повернуть так, вот эту девушку, которую ты оттащил, чтобы она стояла, оказалась спиной к подруге, чтобы она не видела свою подругу. Там уже берешь телефон, быстренько еще заинтересовываешь буквально за минутку. И быстренько с ней прощаешься, обнимаешь ее и все, то есть, и сваливаешь. Таким образом, как бы подружка сначала размягчается, потому что ты с обеими общаешься, не ожидает кого-то подвоха. И, во-вторых, ты делаешь все в конце очень быстро, она не успевает отреагировать. Что делать, если все-таки вот этот синдром ущемленного яйца, если он случился, произошел, этот синдром подружки, что делать с этим? То есть, с этим делать вот что. Если все-таки подруга начинает говорить, ой, отстаньте от нас, мы не хотим общаться, мы торопимся, нам пора идти, там, Лена, Таня, там, пойдем, что за фигня, можно сказать следующее. То есть, можно попробовать столкнуть лбами этих девушек. То есть, той девушке, которая вам понравилась, можно сказать, слушай, а твоя подруга всегда решает за тебя, что тебе делать? Или там, а ты всегда слушаешь, что тебе твоя подруга говорит? То есть, вы пытаетесь в ней вызвать такое ощущение, что, типа, не, ни фига, что это, как это, я никого не слушаю, я сама себе хозяйка. Или можно сказать, слушай, а вот вашей паре в вашем тандеме подруга твоя решает, она главная разве? То есть, вы пытаетесь как бы столкнуть их лбами. Это может сработать. Либо можете искренне сказать, что, вот, подружке страшненькой, что, ты знаешь, вот, я просто хочу пообщаться, я ее никуда не украду, ты тоже очень хорошая, очень классная, и обязательно у тебя будут какие-то там классные знакомства, я тебе искренне этого желаю. Но, пожалуйста, не мешай нам. То есть, можно сказать вот так вот прямо. Либо еще можно, как бы, сделать такую некую профилактику этого синдрома, чтобы его не случилось вообще. То есть, можно, вот, подойдя и начать знакомиться, можно сразу, пока подружка не начала залупаться, можно сразу сказать, что вот ей, подружке, что ты знаешь, что ты, кстати, настоящая подруга, ты очень клевая. Потому что обычно, когда общаешься с двумя девушками, вторая начинает тебя сливать, мешать общаться. А ты вот, видимо, настоящая подружка, ты прямо, я смотрю, стоишь и не мешаешь. И, может быть, та только уже хотела начать там, что-то, блин, навозникать, да, что-то рявкать. И раз ты ей говоришь такое, как бы, что она вот хорошая, классная, ей вроде бы будет уже неудобно. То есть, это как некая профилактика. Примерно так, ребят, пробуйте. На самом деле, очень многие ученики, когда им там на первых порах показываешь, вот, идти к двум или к трем, они говорят, ааа, их же двое. Их же двое. То есть, для мужчины одна девушка это стресс, а две это стресс вдвойне. Все то же самое, ребят, с двумя, на самом деле, общаться проще. Потому что они, ну, можно больше описать, да, больше сделать горлом, они, если они адекватные, они вдвоем будут обобщаться, вовлекаться в общение. Единственный косяк, да, это вот этот синдром ущемленного яйца, синдром подружки, но я вам рассказал, как его обрабатывать. Так что идите и делайся. Удачи, увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...